Кофе со звездой Илья Варлей. Рак. Актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР, лауреат госпремии РСФСР имени Крупской. Окончила театральное училище имени Щукина и литературный институт имени Горького. В Стерлитамак приехала на гастроли. Сыграла главную роль в спектакле «Блюз одинокой бабочки». Какова ваша героиня? Согласны ли вы с ее жизненной позицией? Ведь она живет в своем выдуманном мире, отгородившись от реальности. Ну, конечно, не согласна. Потому что я вообще сумасшедшая мать. Я не могла бы бросить своего ребенка в доме малютки. Но когда ты играешь определенную роль, то, конечно, ты пытаешься оправдать свою героиню. Оправдать ее тем, что она была слишком юна. Она хотела красивой жизни. Но вообще этот спектакль о том, что за все в жизни нужно расплачиваться. Спектакль и об одиночестве. Потому что от одиночества она придумывает себе какие-то невероятные воспоминания о том, чего не было на самом деле. И от одиночества она готова практически броситься на первого встречного, чтобы рассказывать ему свои вот эти замечательные истории, чтобы был слушатель ее вот этих рассказов. Жизнь прожита. И когда она цепляется за уходящего сына, только-только обретенного, здесь жизнь заканчивается. И еще это спектакль о том, что люди иногда не слышат друг друга. Как вам наш чередомаг? Ну, город-то я, собственно говоря, и не посмотрела. Потому что мы приехали, отработали спектакль, отдохнули, поехали вчера в Салават. Поэтому я пока ничего не видела. Вы актриса и театра, и кино. А где вам интереснее играть? В театре, где идет прямой контакт со зрителями? Или в кино, где контакта со зрителем нет? Ну, такой вопрос достаточно банальный. И я на него также банально отвечу. Мне интересно там, где хорошая роль. Хороший материал, хорошая драматургия. Хороший режиссер, хорошие партнеры. Наталья Владимировна, а вы с детства мечтали стать актрисой? А когда вам это пришло? Ко мне это не пришло. Профессия ко мне пришла сама. Когда вы играете на сцене, вы чувствуете атмосферу в зале? Как вам помогает настрой зрителя? Конечно, зал – это мощнейшая энергетика, если он воспринимает то, что делает актер. И бывает, после очень тяжелого переезда, достаточно долгого, длинного, сложного, думаешь, откуда взять силы. Ты выходишь, ты выходишь с любовью, с желанием донести то, о чем ты собираешься сказать в этом спектакле. И если зал откликается, то вот та самая энергия, тот самый обмен энергии происходит. Вы много гастролируете по нашей стране. А какая гастрольная поездка вам запомнилась больше всего? Есть интересные поездки, есть встречи с интересными людьми, есть интересные города, интересные страны. Что значит запомнилось? Вот мне запомнилось. Что-то помню, чего-то не помню вообще. Что-то стирается из того, что ты увидел или практически не увидел. Может быть, из окна города, из окна машины. Но чаще всего это знакомство со зрительным залом. Расскажите, а как вы работаете над актерским образом? Меняет ли роль ваше поведение в жизни? Думаю, что нет. Есть ли у вас любимая роль? То, что я делаю, я всегда люблю. А приходилось ли вам играть такую роль, которая вам не нравилась? Ну, в театре, да. Когда я работала в театре Станиславского, нас никто не спрашивал, будете ли вы играть эту роль или нет. Просто вывешивали распределение. И, конечно, некоторые роли было... Над некоторыми ролями было интересно работать, а были роли, над которыми, ну, можно было бы и не работать. Актеры – это публичная профессия, и вас, конечно же, узнают на улице. Какое у вас при этом возникает желание – открыться людям или все-таки спрятаться от них? Профессия публичная. Хочется от публичности немножко уйти в свою раковину. Хочется выйти на улицу с ненакрашенными ресницами. Хочется не делать макияж и не думать о том, как ты выглядишь. Просто ты вышел в магазин за хлебом. А чем вы занимаетесь в свое свободное время? Ну, свободного времени не очень много. Я пишу не только стихи, но и прозу. Поэтому, если есть свободное время и силы, я занимаюсь этим. А так я просто люблю приехать на дачу и расслабиться. Вот ни о чем не думать, дышать воздухом, смотреть на небо, смотреть, как бродят мои коты по участку. И не только мои, потому что там, где я бываю, всегда скапливается огромное количество кошек. Вы сказали, что вы пишете стихи и устраиваете творческие вечера. Творческие вечера, конечно, у меня бывают. И не я только их устраиваю. А меня приглашают с творческим вечером, поэтическим. Меня приглашают иногда с вечером, ну, таким, как бы, в который входят и стихи, и фрагменты из фильмов, и песни в моем исполнении, и мои песни, и песни ретро, и песни, просто любимые мной песни. Ну, и, естественно, это общение со зрителями, и ответы на вопросы. И иногда вопросы бывают небанальными. Расскажите нашим зрителям, в каких еще постановках они могут увидеть вас в скором будущем? Вот я рассказывать, в каких постановках они меня увидят в скором будущем, не буду, потому что пока это не вышло, я просто не имею права. И потом я, я хоть и не суеверный человек, но несколько раз в моей жизни было, когда я рассказывала о том, что вот я приступаю к работе над таким-то фильмом, начинала рассказывать, а потом проект замораживали, и то не хватало финансов, то выяснялось, что это не формат, то ли еще что-нибудь. Менялись планы, менялось время сейчас такое переменчивое, вот поэтому о будущем я никогда не рассказывала. Какие профессиональные советы вы бы дали нашим зрителям, которые только пробуют себя в актерской профессии, делают первые шаги? Ну, я бы не относилась к этой профессии как к способу легко приобрести популярность. Я бы настраивалась на долгий и тяжелый труд. У многих актрис нет детей, у многих актрис нет семьи. Да даже если есть семья и дети, то семья все равно обделена. Кого бы вы выделили сами из наших современных актеров? Я считаю, что очень, конечно, сильный из мужчин такого, уже переходящего к среднему возрасту. Это Данила Козловский, это Максим Матвеев. Из актеров такого уже зрелого относительно возраста это, конечно, Евгений Миронов. Я очень люблю Чулпан Хаматова, люблю Танечку Арнгольц, люблю Светлану Иванову. Ну, я считаю, что есть звезды на все времена, например, Инна Чурикова или Алиса Фрейдер. Ну, я считаю, что вот в перетисленных мною именах, особенно вот в именах актеров и актрис уже такого зрелого возраста, основное качество в профессии – это, ну, служение театру, служение искусству, работа с отдачей, конечно, жертвенность, вне всякого сомнения. На этом основные вопросы закончились, и у меня есть для вас несколько блиц-вопросов, на которые нужно очень быстро отвечать. В чем секрет вашего успеха? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Это, я думаю, что вопрос не ко мне, а к зрителю. Ваше любимое стихотворение? Фастернак «Быть знаменитым и красивым». Какими качествами должен обладать актер? Терпением. Ваш девиз? Все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать. О чем мечтаете? Мечтаю о том, чтобы я и мои близкие были здоровы. Как вы отдыхаете? Почти не отдыхаю. Любимая книга? Алые паруса. Грим. Ваша любимая страна? Россия. Любимый город? Москва. После какого фильма вы проснулись и поняли, что вы знаменита? Ну, конечно, после «Кавказской пленницы» проснулась. И когда увидела... Я работала в это время в цирке, я увидела за окном на балконе второго этажа молодых людей, которые забрались на балкон. За день до этого была премьера в Канавинском кинотеатре, «Кавказской пленницы». И вот на другой день построили пирамиду и залезли ко мне в окно. Вот я проснула знаменитой. Это не было приятным сюрпризом. Ваши любимые духи? Я больше всего люблю герленовский аллюр с оттенком мандарины или грейпфрута. Вообще, я люблю цитрусовые запахи. И еще у меня такая слабость к дюрисиму. Наталья Владимировна, спасибо большое за беседу. Было очень интересно и приятно. Спасибо. Спасибо, Ксения. Всего доброго. До свидания, дорогие зрители. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была талантливая актриса Наталья Варлей. С вами была передача «Кофе со звездой». До встречи в следующем выпуске. Новости, события, друзья. Шоппинг. Леди Сити Опен. Женский уголок любимого города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова